Молиться на людях И мы помним, как Христос в Евангелии обличает тех, кто публично молится перед людьми, и даже он говорит о тех фарисеях, которые молятся, останавливаясь на перекрестках. Потому что если ты просто остановился на улице, тебя видят молящимся только люди с одной улицы, если на перекрестке, то с двух, то есть ровно в два раза больше. Что такое тщеславная молитва? Это когда целью молитвы становится похвала человеческая, а не разговор с Господом. И, конечно, такая молитва является нарушением заповеди «Не произноси имя Господа твоего Бога в суе». И многие святые отцы называют ее кощунством, такую молитву. Но, тем не менее, нам часто приходится молиться публично. Если это происходит на богослужении, то это нормально. Каждый смотрит в себя, не смотрит на окружающих, но, тем не менее, это публичная молитва. Тяжелее священнослужителям, потому что, совершая богослужения, мы всегда молимся публично. И прорваться через искушение тщеславием, все равно предстоять Богу в тишине своего сердца – это задача, которую любой священнослужитель должен решить. Но бывают такие случаи, когда человек должен не обращать внимания на то, что его окружает, а встать на молитву. Человек проходит мимо храма, или с человеком что-то случилось, или, допустим, человек один садится за трапезу вместе с остальными неверующими людьми. И вот перед ним дилемма – прочитать молитву или нет? И как это решить? Есть люди, которые встанут и громко начнут читать «Отче наш», так что всем остальным будет неловко. И будут смотреть на них, как на не очень нормальных людей. Наверное, про себя прочитать молитву, перекреститься, перекрестить еду, чтобы молчанием не отрекаться от своей веры во Христа, но никому это не навязывать. То есть избрать какую-то необходимую меру этой публичности, которая не вызовет насмешек и желание попирать молитву. Но учиться молиться и публично, то есть тогда, когда на тебя смотрят другие люди, нам тоже надо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.